Району Меланжевого комбината не хватает учреждения дополнительного образования, решили власти. Помещение сразу нашли из здания бывшего ДК. Его состояние пока оставляет желать лучшего. Оно простаивало около 15 лет и уже пришло в негодность. Выделили 28 миллионов средств областного бюджета и 10 городского. На эти деньги преобразят левое крыло здания. Экспертиза проведена, проект готов. Рабочие трудятся уже неделю. Сейчас здесь настолько инфраструктура готова, и мы сейчас используем минимальное количество перепланировок. А, как я уже говорила, мы будем только делать укрепление конструкций. Здесь все есть. Есть спортивный зал, есть концертный зал, есть конференц-зал, есть учебные кабинеты, есть раздевалки, гримерные, душевые, санузлы. Здесь все уже есть. Как говорят раньше, строили, строили правильно, строили на века. Руководству ДЮЦ-1, именно они возьмут здание под свое крыло, дана задача сделать город в городе. Учреждение доп. образования, которого в Иванове еще нет. Современно и по последнему слову. Поэтому здесь будет все самое лучшее, начиная от материалов и заканчивая техникой. Мы считаем, что для такого района удаленного это, конечно, весьма будет востребовано, потому что здесь будут самые разные направления дополнительного образования. Здесь будет и группа кратковременного пребывания, что тоже очень сегодня актуально. Здесь очень большой зал концертный, который в перспективе может использоваться, в том числе под досуговые культурные мероприятия для всего района и для взрослых жителей. Потому что сегодня, согласно законодательству, наши учреждения могут осуществлять дополнительное образование не только для детей, но и для взрослых. Поэтому я считаю, что это будет очень востребованное место. На восстановление правой части здания денег пока нет. Но это не помешает принять постройку и зачислить детей на занятия. Центр будет рассчитан на 2500 ребят от 6 до 18 лет. Чтобы заниматься здесь было безопасно, подрядчик укрепляет балки и опоры. Будет вести демонтажные работы, отопление, электричество, сварные работы. И также будет запускаться черновая отделка. То бишь, это будут запускаться стяжки, будут запускаться у нас звукоизоляция потолков. Почему? Потому что у нас первый этаж находится под спортивным залом. Нам надо будет устраивать звукоизоляцию дополнительно снизу и сверху. К черновой отделке мастера приступят на следующей неделе. Трудно поверить, но ремонт на всех трех этажах рабочие планируют завершить уже к 15 декабря. Затем начнется процесс лицензирования. Руководство также будет закупать мебель и технику. К сентябрю будущего года по коридорам уже будут бегать дети. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.